Ну вот, Добро пожаловать в наш новый дом. Как здесь тихо, даже странно. Никто не орет, не бегает, дракон не швыряется, заявление об уходе не строчит. Но это пока Ивану Сергеевичу не пришли в голову первые идеи по поводу улучшения нашей работы. Здесь даже как-то попросторнее вроде. Надо бы точно посчитать, Галина Сергеевна, сколько здесь квадратных метров. Вань, как же я могу точно посчитать? Я же бухгалтер. Вадик, можешь закрыть зонт? Тут уже не капает. А так живописнее. Что живописнее? Мы. Ну что ж, Любовь, давайте выпускать потихонечку. Я не понимаю, зачем нам, жителям 21 века, нужны эти наивные суеверия? Они нужны не нам, а сатане. А он житель 12 века. Ну, Маргарита Васильевна. Вообще-то ее зовут Дуся. Не сбивай. Он вчера весь вечер репетировал с женой. Ты первая, кто переступит порог нашего агентства. И дай Бог, чтобы мы здесь жили долго и счастливо. Я все сказал? По-моему, там еще было и умерли в один день. Ну, Маргарита, добрый путь. Ну, попадись мне сейчас, зараза. Охотник, сейчас их тут много. Сезон. Надо было кого-нибудь посерьезнее выпускать. Типа кабана. А вы чего это здесь безобразничаете? Кто такие? Мы новые арендаторы этого офиса. А вы кто? А-а-а. А я здешний сторож. Зачем вы в мою кошку стреляли? Вообще тут домашних животных держать не положено. Придется подыскивать тебе новую работу. Мухтар. Тут до вас тоже контора была. Две тихие женщины, Люся, Нюра. Они стельки продавали. А я их сторожил. Кто это? Я к этому офису бесплатно предлагаюсь. Чаю нальете и все. Чай страсти люблю. Ну, в таком случае давайте знакомиться. Наталья Павловна, менеджер. Редкая фамилия. Олег Васильевич. Мужа просто Васильевич. Ну что, господа арендаторы, приветствую, как говорится, на новом месте. Девочки, чье это? Что-то бьющееся. Наталья Павловна, это от факса. Давайте сюда. А это чье? Чье. А что там у тебя такое хрупкое, что двадцать рюмок нарисовано? Двадцать рюмок? Саша, ой. Ой, а что это у тебя за новый херувим? Леонардо. Не узнаете? А мне казалось, что он как-то постарше, что ли, немножко. Так это он еще до встречи с драконой, Галина Сергеевна. У тебя вроде в старом агентстве Тон Круз висел. Я на него обиделась. За что? Женился, но другой. Девочки, смотрите, какая красота. Что это? Это экибана. Чтобы у нас с вами на новом месте все было хорошо. Смотрите. Где ты это взяла? В фирменном японском магазине. Мне там объяснили, что каждая экибана имеет свой смысл. Вот эта композиция по-японски означает мир и благоденствие дому, вот это, где делают рекламу. Галя, сколько ты за него заплатила? Вообще-то он стоит тысячу, но мне уступили за восемьсот. Тебя обманули. Как? По-японски это означает совсем другое. Что? Какое счастье, что мы продали за восемьсот рублей наш старый веник одной доверчивой дуре. Кто это у вас, Наталья Павловна? Мой бывший муж. Который из пяти. А они тут все. Зачем вам столько? Поставлю на рабочий стол вместо календаря и буду каждое утро переворачивать, чтобы мне недели не путать. Вот, например, Петенька. П. Значит, пятница. А это Сережа. Среда. Коленька, воскресенье. Коленька, воскресенье. Какая связь? Бурная. Ну, короткая. Духи вы предпочитаете. Ну как, дамочки? Устроились? Ага. О-о-о. А вот это снимите, пожалуйста. Это нельзя. Почему нельзя? Да нет, я не против, чтобы артистов вешать. Только почему иностранных? Повесьте нашу, Софию Ратару. А зачем мне ваша София Ратару? Она даже на Цитанике не плавала. А я вам вот что скажу. Здесь до вас контора сидела. Подавали стельки. Две тихие женщины, Люся и Нюра. С ними никогда никаких проблем не было. Ай-я-я-я. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, я не понимаю. Ну, почему вы должны все это таскать, а? Неужели нельзя было найти грузчиков? Шеф говорит, они дорого просили. Сколько это дорого? Больше ноля. Осторожнее, осторожнее, молодые люди. Пол царапаете. Так, наш пол хотим и царапаем. А ну-ка, подняли диван, соколики. Эйншвай, эйншвай. Выше, выше, я сказал. Шнель, шнель. Эдик, ты радио сегодня не слушал? А что? Скоро нашу деревню возьмут. Шнель, шнель, шнель. Все, все. Ну что, весьма, 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 о-о-о-о. А вот здесь как раз поставим мой стол. О, а тут как раз моя коптерочка. Какая коптерочка? По плану здесь мой кабинет? Нет, тут всегда была моя коптерочка, тут она и останется. Да вы не волнуйтесь, мы все разместимся. Я вам мешать не буду, вот здесь в уголочке сяду, буду кроссворды разгадывать, чаек попивать, чай, страсть какая. Послушайте, это совершенно невозможно. Мы здесь клиентов принимаем, совещания проводим, секретные. Да мы с ребятами не балкливые, могила. С ребятами? Ну, с теми, которые ко мне приходят в домино играть. В домино? Да. У нас чемпионат района по домино. Среди сторожей золотая рыба. Нет, это исключено. Ко мне наверняка завтра уже придет солидный клиент, а тут что, золотая рыба? А чего такого-то? Мы же в домино, а не в шахматы. Еще не хватало. Вы мне скажите, это домино у вас что, ну, каждый день? Нет, вторник, четверг. А, ну, два дня, да? Ну, два дня можем потерпеть. Среда преферанса, понедельник, нарды. А в пятницу у вас эрудит. Нет, в пятницу у нас пьянка. Это ж, простите, в России живем. Надо порядок почти. Любочка, а о чем это вы так задумались? Думаю, скорая мне осточертеет каждая трещинка на этом потолке. А вот курить-то здесь нельзя, тем более в кадре. Окей, я выйду из кадра. Господи, как было хорошо. Сидели две тихие женщины, Люси и Нюра. О, а ты что это тут ногами машешь? Спорт-зал тебе, что ли? Да тесно у вас здесь не развернуться, подсечку не сделать. А зачем тебе подсечка? А действительно, зачем мне подсечка? Ну-ка, встань-ка сюда. Ружь, ружь, в сторону. Ногами, понимаешь, машет. Это тут, понимаешь, я не дискотека. Я не против аренды. Вот стильки продувай, ты тоже. Слава тебе, Господи, хоть удушающие можно. Ну, что, нравится? Ничего, вот иду на пенсию, займешь мое кресло. Ну, это, если, конечно, к тому времени не передумаешь вообще работать в рекламе. А когда вы уйдете на пенсию, Иван Сергеевич? Ну, пока ты не передумаешь работать в рекламе, я не уйду. Иван Сергеевич, а почему бы вам не попробовать себя в других сферах бизнеса? Ну, не знаю, там, нефть, замороженный хек, работорговля. Нет, в этом я совсем ничего не понимаю. А в рекламе? В рекламе просто ничего не понимаю. Ваш охранник отрабатывал на мне свои приемы. Я ему что, драку? Вадик! А? Ну-ка, зайди ко мне, срочно. Может, ты ко мне? Я сказал, драку, штанг! Встань, говорит, вот так. Я встал, а он набросился и стал меня душить. Он хотел меня убить. Нет, он не хотел вас убить. Откуда вы знаете? Те, кого он хотел убить, никогда с жалобами не приходили. Да-да-да, у нас теперь новый адрес, все телефоны поменялись. Почему уехали? Нет, ну что вы, нас не выгнали. Вы просили по-хорошему. Даже полчаса на сборы дали. А вы мне продиктуйте ваш имейл, я вам скину. Тогда запишите наш номер факса и скиньте на него. Записывайте? Записывайте. Пять, три, семь. Вы что делаете? Я же по работе разговариваю. Видите, написать? Телефон служебный, не больше одной минуты. Это наш постоянный клиент. А если меня пожарную вызвать надо? Или скорую? А что, кому-то плохо? А кому сейчас хорошо, дочка? Дорогие друзья, коллеги, мы начинаем новую жизнь на новом месте. И больше всего мне бы хотелось... Рыба семейства лососевых. Лососевых. И больше всего мне бы хотелось, чтобы в старом агентстве... Река в Африке. Нил, чтобы в старом агентстве мы оставили все наши дрязги, разборки, склоги... Известный любимский композитор Фидель Кастро. Наташа, в конце концов, вы можете сделать так, чтобы нам никто не мешал? А что я могу сделать? Вы генеральный менеджер. А вы генеральный директор. Крайнее желание, страсть, влечение к противоположному полу. Четыре буквы. Послушайте-ка вы, любезный. Как вас там, Васильич? Я понимаю, что до нас тут сидели две тихие женщины. Люся и Нюра, которые тихо продавали стельки. И у них, видимо, была масса свободного времени, чтобы вместе с вами разгадывать кроссворды. Мы не такие. Мы солидная фирма. И... Секс. Точно, секс. Вадик, умоляю, поговори с этим Вохровцем, а? Он меня достал. Поговори с ним по душам, как охранник с охранником. Ну, чтобы он оставил на спокой. Да странный он какой-то. Вообще-то люди после удушающего сразу все понимают. А тут... Может, ты... Еще что-нибудь с ним сделаешь? Откройте 136-ю страницу. Нет. Нет. Ну что ты? Нет. Я после этого просто спать не смогу. Сможете. Через год сможете. Ну, что ты еще придумал? Во! Ну, температуру мерил? Ему? Нет, себе. Ты не понимаешь. Этот наш сторож, он стопудово охотник. Ему просто нечем заняться. Я ему устрою тир. Он отвлечется на свое хобби и оставит нас в покое. Ты это сам придумал? Нет. Прочел в инструкции к пылесосу. Иди посмотри, что он там делает. Давай, давай. Ходит туда-сюда. Помоги, зайчик. Да, конечно, Любонька. Я не тебе, извращенец. Девчонки. Не реагирует. Мишень маловато. Ты с ума сошел? Можно им фаркции работать. То, что надо. Давай-ка. Зашлай. Упал. Пойду поправлю потихоньку. Осторожно. Ай! Ай! Вы застрелили моего друга! Это соль. Я его засолил. Вы застрелили моего друга! Саша! Вот так-то, ребята. Потому что не надо смеяться над охотой. Охота дело серьезное. Мой дед говорил мне, хоть отца с матерью на нож, а охоту не трожь. Вот так-то. Откройте немедленно дверь. Как вас там? Васильич, нам нужно носить мебель. Ладно, отец. Мы больше не будем смеяться над твоей охотой. Обещаем. Открывай. Подождем до полудня. Может, у него будет смена караула. Пустите нас. Нам работать надо. Не пущу. Потому что вы здесь не работаете, а безобразничаете. Но откуда вы знаете, как мы должны работать? Я знаю, как работают. Работают это, когда стельки продают. А вы... Так, все ясно. Открывай 136-ю страницу. Понял. Согласно закону Российской Федерации о сторожах, имею право открыть огонь. Уйдя! Васильич! Люся! Нюха! Тихие вы мои! Опусти ружье, Васильич! Не губи людей. Пойдем с нами. Мы же теперь с тельками-то в другом месте торгуем. Охранять нас там некому. Не могу я, Люся, не могу. Хулиганят они здесь. По телефонам звонят. Курят. Компьютер притащили. От него самый спит. Пойдем, Роман. Пойдем. Чайку нальем тебе. Чай-то я страсть, как люблю. Эй! Чайник! Ключи отдай! Ура! Ура! Слава Богу, расставили. Ну что, сегодня... Не, ну сегодня все. Сегодня можете отдыхать. Ну а завтра наш первый полноценный рабочий день. Так что прошу всех не опаздывать. Это тебя касается. Не приедь, пожалуйста, на старое место. Зачем? Зачем он это сказал? И завтра придется опять новую отмазку придумывать. Жду завтра всех в 10 утра. Любая. Я надеюсь, вы помните, что мы начинаем работу ровно в 10 утра. Еще бы. Ведь даже песня есть такая. Какая? Мое рекламное агентство открывает двери в 10 утра. Шабу дуба отдай. Мое рекламное агентство открывает двери в 10 утра. Мое рекламное агентство открывает двери в 10 утра. Я выбиваю чашку кофе под веселый мотив. Там, где кончается реальность и рождается миф. Там моя работа. Я всех вас приглашаю туда. Туда, где истинная свежесть тропийских лугов. Где корм для кошек и защита для зубов. Единам с тобой засохнуть не дадут никогда. Давай уеу-еу-еу-е. Давай уеу-еу-е. Давай уедем. Тут оно всегда. Приходит мой начальник и зовет меня к себе в кабинет. Всегда приходит ровно в 10 и зовет меня к себе в кабинет. Ну как там маркетинг? Отлично, босс. Мы повысили рейтинг, хотя снизили спрос. И если приглядеться, то нас с собой здесь уже нет. Мы там, где без холестерина и лишних жиров. Любовь с первой ложки от лучших коров. Там, где салон, полетия, живая вода. Давай уеу-еу-е. Давай уеу-еу-е. Давай уедем. Туда оно всегда. Один торгует лесом, другой сдает свой офис в моем. Она воюет с лишним весом, но хочет увеличить объем. А я, я создаю креатив, я продвигаю товар. Я обеспечиваю имиджи, надежный пиар. И свято верю в то, что мы когда-нибудь все вместе придем. Дура. Туда теперь хоть не просыпется на проский экран. Где каждый себе выберет, другой дарит, мы флатом. Вся эта жизнь, и все нам не составит труда. Давай уеу-еу-е. Давай уеу-еу-е. Давай уедем туда навсегда. Давай уедем туда навсегда. Да, навсегда. Навсегда. Давай уедем.